Здравствуйте, дорогие любители шахмат, подписчики моего канала на YouTube и зрители. Меня зовут Евгений Гринис. Приглашаю вас на очередное учебное видео в шахматной школе Евгения Гриниса. Для тех, кто действительно хочет улучшить свою игру. Посмотрите на приведенную диаграмму. Белые только что напали на черного ферзя пешкой e5. В этой позиции ход черных. Ботвинник пишет. В анализе я рассматривал два продолжения. Ферзь h4 и ферзь f5. И пришел к выводу, что белые сохраняют перевес. Фишер, однако, нашел другую возможность. Задание для разрядников. Как же сыграл Фишер в этой позиции? Сделайте паузу. Ответ на этот вопрос мы узнаем, когда подойдем к этой позиции в партии. А пока поговорим о другом. В последнем моем видеоролике мы увидели партию Рашида Нижмеддинова из его матча за звание мастера, в которой была разыграна французская защита. Кроме этого, были освещены некоторые основные идеи французской защиты. Кроме того, в этом видео было важное объявление о последних изменениях на моем канале. Это последнее обстоятельство вызвало повышенное внимание, гнев и возмущение в среде околошахматных ботов. Об этом можно судить по количеству дизлайков к этому видео. Несколько десятков дизлайков пришли партиями в течение первых нескольких дней после выхода видео. Из какой страны поступили дизлайки, догадайтесь, с одного раза. Чего эти боты или те, кто за ними стоит, не знают, это то, что дизлайки на Ютьюбе, так же как и лайки, повышают значение данного видео и поднимают его в топ. Ютьюб же самого видео не понимает, а вот то, что вокруг него поднимается ажиотаж, хоть в виде лайков, хоть в виде дизлайков, является для Ютьюба свидетельством большей значимости данного видео. Так что, дорогие боты, продолжайте в том же духе и дальше. Увеличивайте число просмотров моих видеороликов и поднимайте мои видео в топ. Дело в том, что я рассматриваю свой канал как клуб единомышленников, и все, кто хочет быть членами клуба, должны удовлетворять правилам клуба, которые устанавливаются мной, как его администраторам. Подписка на мой канал, хотя и даст зрителям возможность получать уведомления от Ютьюба о выходе моих новых видео, но не гарантирует того, что вы сможете здесь что-либо комментировать или что ваш аккаунт не будет при определенных условиях забанен. Перед тем, как оформлять подписку на мой канал, убедитесь в том, что ваш аккаунт удовлетворяет всем ниже приведенным требованиям к подписчикам. У новых подписчиков на момент подписки на мой канал, а также на следующий день, мой канал должен находиться среди первых трех ваших подписок сверху. Иначе ваша подписка не будет увидена моим близоруким куратором на Рутубе и не отразиться на общем числе моих подписчиков. В этом случае ваш канал, скорее всего, попадет в списки украденных у меня подписчиков, которые я периодически выставляю для всеобщего обозрения. Тот, кто попадет в списки, подвергнется люстрации в первую очередь и будет забанен. Кстати, о списках. Тому, кого я называю Рутуб, по-видимому, очень не нравится, что я придаю огласки списке украденных подписчиков. Поэтому он прекратил показывать мне моих подписчиков вообще. Но так как я из многолетнего опыта знаю его алгоритм, каких подписчиков он ворует, то я могу и сам продолжать вести списки и, как и раньше, выставлять их для всеобщего обозрения. Вообще-то то, что Рутуб делает в моем аккаунте в цивилизованном мире называется дискриминацией. То есть, особым отношением по сравнению с остальными. И это является большим прегрешением. На моем канале проводится постоянная люстрация подписчиков. Я считаю, что подписчиков у меня уже слишком много. И поэтому буду отсеивать всех тех, кто не желает удовлетворять правилам моего канала. Я более не заинтересован в простом количестве подписчиков. И буду его сокращать. Все аккаунты моих подписчиков, которые хотят дружить со мной и с моим каналом, не хотят быть мною навсегда забаненными и отлученными от канала, должны удовлетворять трём ниже перечисленным требованиям. Первое. Видимые подписки на мой канал, где при подписке мой канал должен быть вверху. Снимите в настройках своего аккаунта раздел «Конфиденциальность» галочку со строки «Не показывать информацию» о моих подписках. Второе. Видимые понравившиеся видео, в которых я должен в любое время видеть у вас не менее трёх лайков на мои видеоролики, в том числе, самое главное, хотя бы один среди первых шести. Это важнейшее требование. В случае несоответствия этому требованию не будут приниматься во внимание даже никакие былые заслуги. Снимите в настройках своего аккаунта раздел «Конфиденциальность» галочку со строки «Не показывать информацию» о том, какие видео мне понравились. И следите за тем, чтобы хотя бы один из ваших первых шести лайков приходился на какое-либо моё видео. Третье. У вас должен быть аватар. Какая-то картинка в левом верхнем углу. Посмотрите на ютюбе, как создать аватар, если вы этого не знаете. У ботов, как правило, аватара нет, хотя бывают и исключения. Только при выполнении всех трёх условий вы сможете при желании писать комментарии, задавать вопросы и рассчитывать на мой ответ. Я слишком ценю свой канал и свою работу и хочу видеть здесь только единомышленников. Никаким ботам, троллям, хейтерам на моём канале места не будет. Бороться с околошахматными ботами нелегко по причине их многочисленности. Но стремиться к этому надо. По моим оценкам их в настоящее время около 90 тысяч. И это число будет дальше расти. Уже давно я хотел сделать видео по партии Михаила Ботвинника с Робертом Фишером. Двух чемпионов мира разных лет. И сегодня мы с вами увидим эту партию, в которой была разыграна защита Грюнфельда. Попутно будут освещены основные идеи этого дебюта. Как и во многих других моих видео, так и в этом нам встретятся задания как для разрядников, так и для начинающих. В анализе и оценке различных позиций в этом видео мне, как и всегда, будет помогать мой личный друг Гроссмейстер, которого я в дальнейшем буду называть просто компьютер. Наша сегодняшняя партия Михаил Ботвинник, Роберт Фишер, 15-я шахматная олимпиада Варна, Болгария, 1962 год. Была прокомментирована Михаилом Ботвинником в его книге аналитические и критические работы 1957-1970 годы, изданной издательством «Физкультура и спорт» в 1986 году, а также Робертом Джеймсом Фишером в его книге «Мои 60 памятных партий», изданной на русском языке издательством «Физкультура и спорт» в 1972 году. На эти комментарии я буду опираться в данном видео. Член американской команды Гроссмейстер Ларри Эванс писал «Эта драматическая встреча поколений произошла за первой доской после того, как прошел слух, что Ботвинник будет свободен от игры в день матча с американской командой. Однако, судьбой было предопределено Фишеру скрестить оружие с чемпионом мира. К моменту этой партии действующему шестому чемпиону мира Ботвиннику был 51 год, а будущему одиннадцатому чемпиону мира Бобби Фишеру было 19 лет. Ботвинник пишет «Это была моя единственная встреча с Фишером за шахматной доской». Правда, семь лет спустя Лединское шахматное общество настойчиво вело переговоры с нами о проведении тренировочного матча, но они так и остались безуспешными. «Через десять лет после Олимпиады в Болгарии молодой американец завоевал звание чемпиона мира, но уже задолго до этого пользовался широкой популярностью. Думаю, что этому содействовали не столько его эксцентричные высказывания и поступки, сколько живая динамичная игра, которую он демонстрировал в своих партиях. В последующие годы Фишер добился выдающихся успехов, но болезнь, по-видимому, оторвало его от шахмат, о чем можно очень и очень сожалеть. Шахматный мир понес трудно восполнимую потерю. С 24 сыграл Ботвинник Ж 6 Д 4 Фишер пишет С Если Белые не хотят играть в защиту Грюнфельда, они могут избрать другой порядок ходов. Конь С 3 Конь 3 Д 5 Фишер пишет Эксперимент По выражению лица Ботвинника я мог понять, что он отлично подготовился к староиндийской защите. Ботвинник пишет Итак, защита Грюнфельда. Любопытно, что только в этой партии мне удалось применить анализ, который был еще подготовлен к матч-реваншу со Смысловым 1958 год. Защита Грюнфельда один из актуальных дебютных начал. По своим идеям она имеет много общего с защитой Лехина. В защите Грюнфельда черные также вызывают продвижение белой пешки. С темпом нападающей временно уступают центр, а затем начинают его контратаковать, создавая фигурное давление на центральные поля. поддержанное пешечными подрывами. Но играть в защиту Грюнфельда можно рекомендовать лишь тем шахматистам, которые стремятся к сложной борьбе. Характерной особенностью современного состояния этой защиты является глубокая разработка ее основных продолжений, что делает данный дебют трудным для изучения. Конь f3 было сыграно. Фишер пишет наиболее энергичное продолжение здесь cd конь берет на d5 e4 конь берет на c3 bc. Основная идея защиты ясна. Черные допускают образование противникам пешечного центра и стремятся сделать этот центр объектом пешечного и фигурного давления. В лагере черных нет очевидных слабостей, они могут успешно закончить развитие и начать контр-игру. В 50-е годы этот вариант не без успеха применял за белых бронштейн, а значительно позже спаски и геллер. После того, как был найден весьма активный план белых, связанный с продвижением f2, f4, f5. Хотя Фишер и проиграл спасскому в этом варианте, план контр-игры применявшийся фишером продвижение f7, f5, по-видимому, приводит к равенству. Черные обладают пешечным большинством на ферзевом фланге, что даст им преимущество в Эншпиле. Поэтому это пешечное расположение почти всегда в пользу черных в защите Грюнфельда. Каждый размен фигур помогает черным приблизить выгодный Эншпиль. Надо всегда помнить о том, что сила пешечного центра состоит в том, что он ограничивает вражеские фигуры. Если противник разменивает фигуры и не будет стеснен, пешечный центр бесполезен. мы приходим к важному заключению. Белые действительно хотят построить пешечный центр пешки Е4 и Д4, но только при условии, что не будет большого количества разменов фигур. Черные должны стремиться к разменам или к подрыву пешечного центра белых. конь f3 сыграл ботвинник, слон g7, ферзь b3. ботвинник пишет фишер знал конечно, что я применяю систему рогозина, начинающуюся этим ходом. Вскоре также выяснилось, что нас обоих устраивает вариант смыслово. фишер фишер пишет главный вариант, но я не думаю, что ранее развитие ферзя может белым что-то дать. пешечный После того, как выяснилось, что прямолинейный захват центра пешками в защите Грюнфельда не дает белым особых преимуществ, стали искать другие, более хитрые способы, которые могли бы привести к созданию пешечного центра. Поскольку главный дефект предыдущего варианта состоит в том, что черные получают возможность разменять коней и без потери времени активизировать своего королевского слона, то и возникла идея захватить центр, не разменивая королевского коня черных. Ход ферзь Б3 встретился еще в том, что черные получают возможность разменять коней и без потери времени активизировать своего королевского слона, то и возникла идея захватить центр, не разменивая королевского коня черных. Ход ферзь Б3 встретился еще в 1932 году в партии Рогозин-Романовский. Вот почему Ботвинник пишет о системе Рогозина. В англоязычной дебютной теории этот вариант носит название русский вариант, а в немецкоязычной литературе вариант Ботвинника. Теперь, если черные хотят играть по Грюнфельду в соответствии с духом этой защиты, они должны не защищать центральную пешку, а разменять ее путем ДЦ. Фишер пишет, возможно и более солидная Ц7-Ц6. Ферзь берет на Ц4. В отличие, например, от староиндийской защиты, защита Грюнфельда по характеру борьбы может быть отнесена к полуоткрытым дебютам. Действительно, в очень многих разветвлениях этого начала из-за размена центральной пешки черных Д5 игра носит полуоткрытый и, как правило, напряженный характер. Вариантов надо считать много, поэтому применять защиту Грюнфельда можно посоветовать тем, кто умеет и любит считать варианты. Итак, Белый и здесь создали пешечный центр, но в более выгодной ситуации, чем в предыдущем варианте. Они выиграли в развитии, а главное, им удалось избежать разменов, что выгодно той стороне, которая владеет большим пространством доски. Слон G4. Ботвинник пишет, Этот ход и характеризует защиту Смыслова. Один из наиболее оригинальных фигурных методов борьбы с пешечным центром. Фишер пишет, Интересен и дерзкий ход Бирна, коньца 6. Слон Е3. Белые не очень озабочены тем, что черные могут разменять слона G4 на коня F3. В этом случае белые получат преимущество двух слонов, и пешка F3 укрепит пешку Е4. Недостатком может оказаться, конечно, то, что расположение белых пешек на королевском фланге будет скомпрометировано. Конь F на D7. Вопрос для разрядников. Почему черные делают второй ход уже развитым конем? Сделайте паузу. Черные рассчитывают провести подрывы Е7, Е5 или С7, С5. Для этого им нужен конь на D7. Уже в 1947 году Смыслов применил маневр конь F6, D7, B6, с помощью которого черные с выгодой открывают слона G7. При этом черные тратят лишь один темп, поскольку на B6 черный конь переходит с нападением на белого ферзя. Фишер пишет. Вариант Смыслова. До сих пор теория еще не нашла, как белые могут получить более или менее определенное преимущество в этом варианте. Слон Е2. Ботвинник пишет. По-видимому, длинная рокировка перспективнее для белых, чем короткая, как и временный отказ от рокировки. Но белые избирают более осторожный план. Впоследствии я пришел к выводу, что заслужила внимание ферзь B3. Ботвинник пишет. И черный не следует рекомендациям теории, считающей, что судьбу ферзьевого коня можно определить позднее, а пока сыграть конь B6. Компьютер тоже так считает. Компьютер пишет. Активную игру получает черный, после слон берет на F3. С последующим Е7, Е5. Компьютер с этим согласен. Ферзь C5. Ферзь должен продолжать защищать пешку D4. К следующему ходу черных Фишер поставил восклицательный знак. Как вы думаете, как он сыграл в этой позиции? Сделайте паузу. Фишер сыграл ферзь D6. Фишер пишет. На ферзь берет на D6, черные ответили бы CD, улучшая свою пешечную конфигурацию и обезвреживая сильный центр белых. H3. Слон берет на F3. Задание для разрядников. Выберите за белых из двух ходов. Слон берет на F3 или GF. Как сыграл Ботвинник? Сделайте паузу. Белые сыграли GF. Ботвинник пишет. На слон берет на F3. Последовало бы. Ферзь берет на C5. DC. Конь. C4. Эту позицию компьютер оценивает как равную. Возвращаемся к партии. GF. Было сыграно. Ладья F на D8. Ботвинник пишет. Именно эту позицию я анализировал зимой 1958 года. Правда, в арне Фурман сказал мне потом, что играя E6, черные добиваются уравнения. Но во время партии мы с Фишером этого не знали. Теперь белые пытаются захватить инициативу. Фишер пишет. Ботвинник полагает, что предложенный Фурманом ход E6 дает черным равную игру. По-моему, этот ход не в духе варианта, ибо черные должны стремиться заманить на себя центральные пешки белых, а затем воспользоваться их неустойчивым положением. D5. Восклицательный знак компьютера к этому ходу. Фишер пишет. Решение вскрыть диагональ A1H8 не может быть правильным. Но белые все еще стремятся получить преимущество в дебюте. К равной игре вело E5. Конь E5. Конь B5. Восклицательный знак компьютера к этому ходу. Ферзь F6. Восклицательный знак Фишера к этому ходу. Ф4. Расклицательный знак компьютера к этому ходу. Ботвинник пишет. Пешка Ф вынуждена нападать, чтобы уйти из-под удара. Конь Е на Д7. Е5. Эта позиция стояла на доске в начале данного видео. Задание было, как сыграл Фишер в этой позиции. Фишер сыграл. Ферзь берет пешку на Ф4. Восклицательный знак Фишера и компьютера к этому ходу. Ботвинник пишет. Ход характерный для энергичного стиля Фишера. Правда и здесь белые сохраняют хорошую игру. Но неожиданность меня потрясла. Я был крайне огорчен своим неудачным анализом. И поэтому в дальнейшем сделал несколько слабых ходов. Фишер пишет. Когда я сделал этот ход, я был уверен, что Ботвинник просмотрел его. Слон берет на Ф4. Слон берет на Ф4. Корректен, видно из следующего варианта. Ферзь берет на Ф6. Задание для разрядников. Белые выиграли фигуру, но ход черных. Покажите лучшее продолжение за черных в этой позиции. Сделайте паузу. Ферзь Е4. Восклицательный знак Фишера к этому ходу. Черные увели своего ферзя из-под боя с нападением на ладью H1. И белый ферзь под боем. Но белые могут сыграть Ф3, нападая на черного ферзя. Задание для разрядников. Укажите лучший ход черных в этой позиции. Сделайте паузу. Ферзь А4. Шах. Восклицательный знак Фишера. К этому ходу. Вводя ферзя из-под боя с шахом. А белый ферзь бесит. Но у белых есть ответ. Слон Ф2. Защищаясь от шаха и нападая на черного ферзя. Задание для начинающих. Как черные продолжают в этой позиции. Сделайте паузу. Черные продолжают. Ферзь Б4. Шах. И черные выигрывают. Белого ферзя. Возвращаемся к партии. Слон берет на Ф4. Конь берет ферзя на С5. Конь берет на С7. Ладья А на С8. Д6. ЕД. ЕД. Слон берет пешку на Б2. Короткая рокировка. Конь Б на Д7. Ботвинник пишет. У черных лишняя пешка. Но белые фигуры расположены весьма активно. Черные пытаются ограничить их подвижность. Подготавливая ход Слон Б2 на Е5. Компьютер считает, что эта позиция примерно равна, несмотря на лишнюю пешку у черных. Ладья Д5. Б6. Слон Ф3. Фишер ставит к этому ходу вопросительный знак. А Ботвинник пишет. Неудачный ход. Так как слону здесь делать нечего. Между тем, после слон С4 с намерением продолжать ладья Ф1 на Е1 и Е7. Белые еще больше активизировали свои фигуры. Компьютер с этим согласен. Конь Е6. Восклицательный знак Фишера к этому ходу. Конь берет на Е6. Вопросительный знак Фишера к этому ходу. Фишер пишет. Этот ход меня удивил. Я ожидал слон Ж3. Ботвинник пишет. Белые совсем растерялись. Они полагали, что альтернатива слона Ж2 еще хуже для них. Но Геллер указал на то, что белые сохраняли полноправную игру. Теперь же после размена коня С7 дело сводится к прозаическому Эншпилю. Компьютер считает этот ход неточностью. Он бы сыграл ладья Д на Д1. С большими осложнениями и преимуществом у черных. Конь С5. Ладья Е3. Е5. Ботвинник пишет. Сейчас черные без потери времени уничтожают проходную пешку белых. И получают выигрышное окончание. Слон берет на Е5. Фишер пишет. Ведет к совершенно проигранному окончанию. Я ожидал ладья берет на Е5. Это тоже правда безнадежно. Пытаясь поддержать динамическое равновесие. Компьютер с этим согласен. Слон берет на Е5. Ладья берет на Е5. Ладья берет пешку на Д6. Ладья Е7. Ладья Д7. Ладья берет ладью. Конь берет на Д7. Слон Ж4. Компьютер бы тоже так сыграл. Ботвинник пишет. Напрасный ход. Так как ладейное окончание не оставляет белым шансов на спасение. Сильнее было ладья Е1. И белые еще готовы к длительному сопротивлению. Ладья С7. Ладья Е1. Король Ф7. Король Ж2. Ботвинник пишет. Белые упускают возможность увести слона с плохой позиции путем слон Е6 шах. Конь С5. Ладья Е3. Ладья Е7. Ладья Ф3 шах. Ботвинник пишет. Напрашивалось Король Ф3. Чтобы после размена ладей занять королем центральное поле Д4. Слона поставить на С2. И пешку на Ф4. Задание для разрядников. Почему же Ботвинник так не сыграл? Сделайте паузу. Ботвинник продолжает. Увы, тогда терялся слон. Н5. Ладья берет на Е7 шах. Если слон С8. Задание для начинающих. Как черные могут выиграть фигуру в этой позиции. Сделайте паузу. После ладья С7. Белый слон пойман. Возвращаемся назад. Ладья берет на Е7 шах. Король берет на Е7. Слон С8. Задание для начинающих. Как черные могут выиграть материал в этой позиции. Сделайте паузу. После король Д8. Белый слон теряется. Возвращаемся к партии. Ладья Ф3 шах. Было сыграно. Крень Брата. Слон g7. Редактор сетей. Редактор сетей. Семья. Редактор сетей. Редактор сетей. Крани. надежды на спасение. Я ожидал хода ладья e1, после чего белый слон не может попасть на выгодную позицию c2 из-за ладья c1. Фишер пишет, на ладья e1 логичнее было простое слон f3. С2, король f6, король f3. Задание для разрядников. Составьте план реализации черными материального перевеса. На какое поле черным следует перевести короля? Сделайте паузу. Фишер сыграл король g5. Ботвинник пишет, специалист в области эншпиля ранга капабланки или смыслова незамедлительно перевел бы короля на d6, защищая коня, после чего наступление пешек на ферзьевом фланге решало исход борьбы. Компьютер с этим согласен. Король g3. К следующему ходу черных компьютер ставит вопросительный знак, так как он считает, что черные упустили большую часть своего преимущества. Задание для разрядников. Какой ход сделал фишер в этой позиции? И как ему следовало бы продолжать? Делайте паузу. Фишер сыграл конь e4 шаг. Ботвинник пишет, вот когда начали сказываться недостатки характера моего партнера. Много раз мне приходилось уже отмечать, что успех в шахматах решает не только талант, но и другие качества, в том числе характер шахматиста. Так вот, характера фишеру всегда явно не доставало. Считая, что его партия легко выиграна, он злился на меня за продолжение борьбы. И в азарте уже после контрольного хода принимает опрометчивое решение. Путем ладья b4, a3, ладья d4, f3, a5, черные создавали позицию цуксванга. Король белых должен сторожить поле h4, ладья поле c4, а слон поле d1. Фишер пишет, хотя я и согласен, что черные могли выиграть, сохранив легкие фигуры и постепенно улучшая свою позицию, ход в партии также должен был привести к победе. Конь e4 сыграл Фишер. Слон берет коня на e4, ладья берет на e4. Ботвинник пишет, Хотя в партии уже было сделано 42 хода, она еще продолжалась. Я не спешил отложить встречу, так как считал, что в такой позиции дальнейшая игра за доской дает больше шансов на спасение, чем после домашнего анализа. А Фишер всем своим поведением выражал возмущение сопротивлением белых в безнадежном, в кавычках, положении. Он явно хотел продемонстрировать, как участникам Олимпиады, так и зрителям, что такая позиция не требует никакого анализа. Но посмотрим, как протекала борьба. Ладья a3. Ботвинник пишет, Из дальнейшего видно, что правильно было сразу сыграть ладья c7, не опасаясь ответа ладья a4. Но найти такое трудное решение за доской невозможно. Однако из дерзки продолжения игры без домашнего анализа тут же несет и Фишер, отказываясь от ведущего к победе продолжения a7, a5 и на ладья b3, ладья b4. Еще дело в том, что безнадежен пешечный энспиль. Если же уйти от размена, то и ладейное окончание выиграно для черных. Фишер доказывает, что и после ладья c7 его шансы были выше. Ладья e7. Ладья f3. Задание для разрядников. Белая ладья ограничила черного короля по линии f. Как черным ввести короля в игру? Делайте паузу. Ботвинник пишет. В случае король h6, а потом король g7, белым пришлось бы искать другие пути к спасению. И может быть не удалось бы найти их вообще. Афишер сыграл ладья c7. a4. Вопрос для разрядников. Для чего Ботвинник делает этот ход пешкой, который выглядит как ослабляющий позицию? Делайте паузу. Белые рассчитывают при случае сыграть a4, a5 и разменять пару пешек на ферзевом фланге, что облегчит их защиту. Ботвинник пишет. Теперь время игры истекло. И Фишеру пришлось записать ход. После ужина начался ночной анализ. Один из наиболее продолжительных в моей практике. Меня не волновал вариант ладья c4 из-за немедленного a5. И так далее. С ничей. Также не опасно для белых король h6. И так далее. Но что делать белым после ладья c5? Долгое время будущее рисовалось в мрачных тонах, пока Геллер не нашел для белых уникальную идею контр-игры. Когда глубокой ночью он меня покинул, мне оставалось лишь доработать детали этой находки. Водья c5 этот ход записал Фишер. Ботвинник пишет. Не зря, значит, потрудились именно над этим ходом. Фишер пишет. О том, что партия закончится в ничью, стало известно во время завтрака. Столы советской и американской команд были расположены рядом. Кто-то спросил Ботвинника, что он думает об отложенной позиции. Едва оторвавшись от еды, чемпион мира пожал плечами. Ничья. Это слово распространилось с быстротой молнии. И я слышал, как кто-то за столом английской команды сказал. Русские говорят, что Фишер мог выиграть до откладывания. Ладья f7. Ладья a5. Ботвинник пишет. Но в чём же секрет анализа? К следующему ходу белых Фишер и Компьютер ставят восклицательный знак. А Ботвинник – два восклицательных знака. Задание для разрядников. Можете ли вы почувствовать, как сыграл Ботвинник в этой позиции? Сделайте паузу. Ботвинник ответил. Ладья берёт на h7. Ботвинник пишет. Эту защиту я просмотрел. Писал в последствии Фишер. Ничего удивительного в этом нет. После партии выяснилось, что ночью мой партнёр сладко спал. Кроме того, решение предоставить противнику две связанные проходные пешки выглядит до крайности парадоксальным. Его возможность базируется на том, что когда эти пешки двинутся вперёд, ослабится поле Б6. Затем чёрного короля шахами удаётся оттеснить от пешки Ж6 и завоевать её. А тогда и у белых будут две проходные на королевском фланге. Ладья взяла пешку на а4. А4 шах. Восклицательный знак Фишера к этому ходу. Фишер пишет. Я анализировал Ф4 шах. Но ход, сделанный Ботвинником, лучше и содержит хитрую ловушку. Король. Ф5. Ботвинник пишет. Тематический вариант, конкретизирующий предыдущее примечание, выглядел бы так. Король. Ф6. Ладья. Б7. Ладья. А5. Король. Ж4. Б5. Ф4. А6. Ладья. Б6. Шах. Король. Ф7. Ладья. Б7. Шах. С ничьей. Король. Ф5. Было сыграно. Ладья. Ф7. Шах. Король. Е5. Ладья. Ж7. Ладья. А1. Король. Ф3. Ботвинник пишет. Что же черным делать дальше? Мы уже видели, что ничего путного у них не получается после Короля. Ф6. Ладья. Б7. Если бы Фишер тщательно анализировал отложенную партию, то, наверное, добрался бы до этой позиции и избрал бы самое неприятное для белых продолжение король d4. Он, однако, был уверен в победе и легковесно проанализировал Эншпиль. Б5. Сыграл Фишер. Вопросительный знак Фишера к этому ходу. Ботвинник пишет. А на это продолжение я под утро нашел достойный ответ. h5. Восклицательный знак Ботвинника и Фишера к этому ходу. Ботвинник пишет. Вся неожиданность хода заключается в том, что белые не забирают беззащитную пешку с g6, а временно жертвуют еще одну свою пешку. Этот ответ, по признанию Фишера, он просмотрел, играя b5. Горячайший случай в практике будущего чемпиона мира. Кстати, сразу после хода я не удержался и, подойдя к нашему капитану Абрамову, сказал ему одно слово. Ничья. Каково же было всеобщее удивление, когда потом мы узнали о заявленном Фишером в этот момент протесте заместителю главного арбитра Боневой по поводу того, что Ботвиннику подсказывают во время игры. Ботвинник свободно вздохнул. Я основательно ему помог. Ладья g5 шаг, король d6, ладья берет пешку на b5. h4, f4, король c6. Ботвинник пишет, пусть считатель не удивляется, что настолько затягивается игра в теоретически ничейном окончании. Есть шахматисты, которым нелегко перестроиться после неожиданного для них поворота событий. Ладья b8, h3 шаг, король h2, a5, f5, король c7, ладья b5, король d6, f6, король e6, ладья b6 шаг, король f7, ладья a6. Ботвинник пишет, вот теперь уже черные обязаны были предложить ничью, ведь я, имея пешкой меньше, по неписанным законам спортивной этики, не мог быть инициатором мирных переговоров. король g6 сыграл фишер, ладья c6, a4, ладья a6, король f7, ладья c6, ладья d3, ладья a6, a3. Интересно, что компьютер, не зная теории Эншпеля и основываясь на материальном соотношении, дает здесь черным большое преимущество. король g1, ботвинник пишет, только здесь фишер с бледным, как полотно, лицом пожал мне руку и со слезинками на глазах вышел из зала. Однако, наша борьба не закончилась на этой партии. Основной темой был вопрос о том, не выигрывал ли ход король d4. Восклицательный знак фишера к этому ходу. Ботвинник продолжает. После ладья берет на g6, начинается продвижение пешек. b5, h5, b4, h6. Восклицательный знак фишера к этому ходу. b3. Теоретической ничьей ведет ладья h1, король g2. Сейчас же белые будут преследовать неприятельского короля. Не желая пропускать ладью на линию б3. Он будет вынужден занять неудачную позицию. Ладья g4, шах, король c5. Восклицательный знак фишера к этому ходу. Ладья g5, шах, король c6. Восклицательный знак фишера к этому ходу. Ладья g6, шах, король b7. Восклицательный знак фишера к этому ходу. Ладья g7, шах, король a6. Восклицательный знак фишера к этому ходу. Фишер пишет, короля нужно увести с линии b, так, чтобы ладья не могла давать шахи с тыла. Ладья g6, шах, король a5. Восклицательный знак фишера, к этому ходу. Ладья g5, шах, король a4. Восклицательный знак фишера к этому ходу. Ладья g4, шах, король a3. Здесь неизбежно пишет ботвинник. Ладья h4, b2, h7, b1 ферзь, h8 ферзь. Фишер пишет, ботвинник также достиг этой позиции в своем анализе и сделал вывод, что она ничейная. ботвинник но именно в этой безводной пустыне черным удается найти путь к победе. Ботвинник продолжает. Моя оценка позиции была такой. Черные не могут выиграть, так как их ладья стеснена королем. Компьютер с этим согласен. Фишер продолжил анализ. Ферзь b3 шах. Король e2 единственный ход. Ферзь d1 шах. Король e3. Ладья b1 два восклицательных знака Фишера к этому ходу. И сделав еще ходы ферз f8 шах короля 2 пришел к заключению, что белому королю не найти укрытие отграда смертоносных шахов. Фишер здесь однако пишет Ботвинник я установил что после ферзь c5 восклицательный знак компьютера к этому ходу белые успешно защищаются. подробно подробно это доказал затем мастер Кременецкий в журнале шахматы в СССР номер второй 1977 год. Компьютер согласен с утверждением Ботвинника о том, что эта позиция ничейная. Ботвинник продолжает так видимо закончились длительные споры связанные с нашей партией. Они заставили поломать голову как во время игры так и особенно при анализе. Рассмотрев данную партию и связанные с ней перипетии борьбы читатель вероятно согласится, что человеческий характер Фишера не соответствовал его великому шахматному таланту. Американский гроссмейстер Ларри Эванс так описал эту партию. Столкнувшись с домашней заготовкой Фишер быстро ее опровергает. Волнуясь Ботвинник ухудшает свою еще защитимую позицию. Но Фишер вместо того чтобы наращивать преимущество идет на упрощение и перед откладыванием его шансы на победу становятся проблематичными. Проведя бессонную ночь за анализом Ботвинник находит удивительную защиту. Фишер делает казалось бы невинную перестановку ходов Б5 и попадает в ловушку упуская выигрыш позиции которая по его мнению еще была выиграна. итак в этом видеоролике мы с вами увидели единственную партию Михаила Ботвинника с Робертом Фишером в которой была разыграна защита Грюнфельда а также познакомились с основными идеями этого дебюта. Я надеюсь что видео вам понравилось и было для вас полезным если это так ставьте лайки нажимайте на рекламу и поддерживайте мой канал финансово по ссылкам в описании подписывайтесь на канал выполняйте все правила клуба и оставляйте комментарии до свидания до новых встреч